До 6 месяцев родители Милет не подозревали о наличии у ребенка какого-либо заболевания. Пока на ежемесячном осмотре у педиатра врач не сообщила, что пришли результаты анализа крови, который показал критически низкий уровень гемоглобина. Врач предположила, что это физиологическая норма, были выписаны лекарства, которые начала принимать Милек тут же. Через какое-то время был сдан контроль крови, однако результаты не улучшились. В этой телосеме такое заболевание, которое характеризуется деформацией скелета. При этом заболевании страдают органы внутренние, деформируются кости, кости становятся мягкими, возрастает риск переломов постоянных. К сожалению, у Милек уже все эти симптомы наблюдаются. У нее большой животик, тоненькие ножки, мягкие кости. Она постоянно падает, спотыкается. Она уже не может бегать и прыгать. Она просто вот такая слабенькая постоянно. У нее наблюдается бледность кожи, синенькие губки. Она хочет часто, она немножко поиграет, потом идет ложиться отдохнуть, ей хочется. Она еще не кушает обычную пищу, только через блендер. То есть у нее нет силы, вот аппарат неразвитый, жевательный. У нее развитие умственное, оно сохранено. Хотя вот при этом заболевание, оно тоже как бы страдает, да, потому что мозг не развивается как нужно. У Милек пока что никаких таких симптомов именно с умственным развитием нет. Она развивается прекрасно. Я такая, что ты делаешь? Я хочу собирать из конструктора башню. Давай, собирай. Это желтый, это зеленый, это белый, это желтый, это желтый тоже. А это? А это голубой. Один. А это? Это красный. Конечно, родители продали все свои ценные вещи, съехали со съемного жилья и отправились в Турцию. Естественно, эта операция не бесплатна. Она будет варьироваться от 25 тысяч долларов до 90 тысяч долларов. Это будет зависеть от того, подойдет ли костный мозг родителей, либо ближайших родственников. По прогнозам врачей, после операции, после реабилитации все будет отлично, все будет прекрасно. Болезнь не отступит, ее не будет. Все, Милек будет развиваться, расти обычным ребенком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok